Здравствуйте! В информационной студии Екатерина Захарова и коротко о событиях города и края. Приморцев предупреждают об аномальных морозах. В ближайшую неделю в регионе температура опустится ниже климатической нормы на 7 градусов. Ночами ожидается до минус 40 и ниже. По пояснению синоптиков, похолодание начнется 22 декабря из-за вторжения студеного арктического воздуха. При этом похолодание будет интенсивнее и продолжительнее предыдущего, а морозы будут сопровождаться сильным ветром. На севере центральных районов в отдельные ночи местами сильный мороз, минимальная температура воздуха может опуститься ниже минус 43 градусов. В Дальнегорской детской центральной поликлинике долгожданное событие. Сразу пять молодых специалистов пришли работать в медицинское учреждение в течение года. Среди них три медицинских сестры и два участковых педиатра. Напомним, сейчас в здании детской поликлиники проходит капитальный ремонт, поэтому маленьких пациентов принимают в здании Горбушинской поликлиники. О тех, кто решил связать свою жизнь с медициной, смотрите далее. Приход молодого специалиста – это большая радость для медицинского учреждения. В детской центральной поликлинике новые кадры ждали с нетерпением. И теперь главный врач Нина Лобачева с гордостью рассказывает о своих новоиспеченных подопечных. У нас так сложилось, что у нас долго не было молодых специалистов. И сейчас, в последнее время, я очень рада этому, вливаются в коллектив молодые. У нас есть практически в одно и то же время пришли три молодых медсестры. Ну, одна из них фельдшер. Это три Кати у нас. Это Катя у нас Сайданова, она у нас старшая медсестра сейчас работает. Молодая девушка, очень активная, очень-очень хорошая девушка, которая знающая такая. Но она фельдшер, она работала в школе, и мы вот ее поставили сейчас старшей медсестрой. Ну, не поставили, а назначили, да, старшей медсестрой, и она справляется с этими обязанностями. Я хочу, чтобы она дальше работала, потому что молодой человек очень тяжело, да, в таком коллективе большой, и люди уже такие с возрастом, как бы их очень тяжело с ними организовать быстро. Вот. Вторая Катя, она пришла у нас с другого отделения, потому что там было сокращение, и тоже, как бы, влилась в наш детский коллектив. И третья Катя еще тоже пришла уже после окончания училища. Пришла, она работает у нас по выдаче вакцины, ну, как бы, в комнате здорового ребенка и по выдаче вакцины. Вот. Вот у нас три Кати. И еще у нас за последнее время пришли два молодых специалиста, это педиатры, участковые педиатры. Они пришла у нас, Влада Андреевна, сейчас ее фамилия Якушенко, сейчас она вышла замуж, стала Михаленко. И вторая в этом году приехала, буквально с 22 ноября стала работать новый педиатр у нас, знающий такой, хороший доктор, это Юлия Олеговна Решетникова. Молодежь и люблю молодежь, потому что вот они, они, как бы, и отзываются на все новое, отзываются на все новое, и еще они, понимаете, они дисциплинированы. Им сказал, они сделали, и возражения, они, бывает, новые какие-то вносят, может быть, что-то не так хочется организовать, да, хочется так организовать, они что-то новое скажут, и действительно у них новые идеи, и они нормальные идеи, которые можно воплотить. Поэтому, конечно, это здорово, я рада очень, молодежь люблю очень, они вообще стимулируют в работе, стимулируют, прям хочется дальше работать по-другому. Поэтому, конечно, мне вот, поэтому я хочу о молодежи рассказать своей. Молодой специалист, врач-участковый педиатр Юлия Решетникова, выпускница Тихоокеанского государственного медицинского университета по специальности педиатрия. В этом году она вернулась в родной Дальнегорск и с ноября работает в детской центральной поликлинике. Закончила Тихоокеанский государственный медицинский университет в Владивостоке, 6 лет общее обучение педиатрии полностью, потом было 2 года ординатуры, тоже по специальности педиатрия, так и называется педиатрия, детский врач, то есть и стационарное, и поликлиническое обучение. Все 8 лет. Причем всегда хотелось помогать людям, поэтому выбрала такую специальность. Ну, как бы ничего такого, и родители всегда хотели, чтобы я стала врачом, поэтому поступила на медицинский. А почему вот именно такую направленность, как педиатрия выбрали? Дети больше нравятся, чем взрослые, потому что со взрослыми все равно приятнее работать, и просто больше нравятся, чем взрослые. То есть нет такого определенного какого-то пункта, почему я выбрала именно детей. Просто захотела пойти на педиатра. Приход новых кадров неизбежно начинает менять атмосферу внутри коллектива. В медицинском учреждении стремятся помогать молодым специалистам, а иногда и наоборот прислушиваться к тем, кто энергичен и может привнести что-то новое. Я только недавно работаю, не могу еще точно сказать, но здесь явно поспокойнее, больше нравится. И медсестры сидят, потому что в Девостоке такого нет. Здесь полностью поддерживают взрослые коллеги, ну и всегда готовы там ответить на все вопросы, что ты, если что-то не знаешь, или что-то там пропусти и так далее. Ну и здесь поприятнее. По зарплате еще пока не знаю. Приняли меня очень хорошо. Все здороваются всегда, поддерживают там разговоры, приглашают куда-то и на корпоратив и так далее и тому подобное. То есть, ну очень хорошо. То есть, как вам сказать, ну новый человек, всегда интересен для коллектива. Коллектив хороший, дружный, и поэтому приняли очень достаточное ответственность. Несомненно, с большим интересом к новому педиатру относятся и родители, которые приводят на прием своих детей. Ведь молодой специалист, который недавно закончил учебное заведение, обладает свежими знаниями и новыми подходами к лечению. На самом деле больше рады, нежели недовольны. То есть, когда ты приходишь в принципе в поликлинику, и уже знаешь всех врачей, когда для тебя новый человек, он определенно интереснее, и когда мы уже начинаем общаться, ну они довольны. То есть, они еще пока плохо не отзываются. Не думаю, что и не будут отзываться плохо о моей работе или моему возрасту. Ну как бы я лично по себе считаю, что лучше идти, конечно, более продвинутому и молодому специалисту, потому что они учатся постоянно, который только недавно запустился. С не меньшим интересом к молодому педиатру относятся и дети, которые приходят на прием. Подростки любят ходить сюда, зачастили. А если маленькие, то это зависит от ребенка все же. Если он не боится, то они все очень любят, бегут сразу к педиатру. Те, которые не боятся именно белого халата, они хорошо реагируют, улыбаются, говорят им «здравствуйте», «до свидания», их родители учат. А те, которые боятся, ну понятно, они кричат, вырываются, плачут и так далее. Но быстренько успокаиваем, и они как бы вполне адекватно тоже потом уже дают смотреть себя. Несмотря на пополнение штата молодыми врачами, в период сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом нагрузка на докторов ощутимая. За день в поликлинике врач успевает принимать десятки маленьких пациентов. Однако самое сложное для молодых врачей даже не нагрузка, а верная постановка диагнозов при относительно небольшом практическом опыте. Самое сложное для меня, наверное, это все-таки недостаток какой-то, возможно, практики все равно еще идет, потому что я молодой специалист. Ну и, наверное, в какой-то мере недостаток знаний, потому что здесь приходится работать и за место детского инфекциониста, и иногда на дежурствах в роддоме принимать ребенка, то есть это работа не анатолога. И здесь вот сложность, потому что, так как я училась в принципе на общей педиатрии, то такие узкие специальности немного трудноватые еще первое время, но здесь просто практика. Еще один молодой специалист Екатерина Сайданова родом из Дальнегорска. Она училась в 17-й школе, затем закончила Уссурийский медицинский колледж по специальности фельдшер. Проработав несколько лет медсестрой в школе, она пришла на должность старшей медсестры в детскую поликлинику. Пришла я сюда, мне в школу назначили, я в школах работала в 17-й также и в 1-й. А вот с сентября месяца должность чуть-чуть поменялась. Ну я также на школе осталась и вот в поликлинике. Для меня это новая работа, еще изучаю все потихонечку, потихонечку. Да и в школе это для меня была новая работа, потому что фельдшера учат больше как на скорую, чтобы в амбулаториях, а когда ты приходишь в школу, то для тебя, конечно, новая. Ну и с детьми интересно. Очень работает. Когда пришли в детскую поликлинику, как вас приняли здесь? Очень хорошо. Прям коллектив очень хороший, все добрые, хорошие. Меня прям, мне кажется, готовы были обнимать, целовать. Вот. Работая в школе, Екатерина Сайданова с легкостью находила общий язык с детьми. Как она сама признается, работа с подрастающим поколением приносит ей удовольствие. Я когда с 17-й школы на новую должность, то что сначала собирались, чтобы я уходила оттуда, все, конечно, расстроились, дети все, типа, Екатерина Александрова нет, давайте вы будете у нас. Ну вот потихонечку. В первой школе также меня не хотели отпускать вообще, поэтому мне их оставили, чтобы я еще там была. Если Екатерина Сайданова и Юлия Решетникова, еще проходя обучение, твердо решили связать свою жизнь с работой с детьми, то Екатерина Артяпова пришла в детскую поликлинику по воле случая. Она работала медсестрой в травматологическом отделении и попала под сокращение. Я работала в травматологии медсестрой, я попала под сокращение. Ну и пошла искать работу, меня приняли в детскую поликлинику медсестрой. Как вам вот работаете здесь? Хорошо, я уже год, у меня 1 декабря был год, как я проработала. Коллектив дружный, меня хорошо приняли. В разгар пандемии коронавируса многим медицинским работникам пришлось сменить привычную работу. Сейчас Екатерина Артяпова работает медсестрой при пункте вакцинации. В ее обязанности входит первичный осмотр пациентов перед прививкой. Сейчас работаю вот в ковидном кабинете, потому что по образованию я фельдшер и здесь даю допуск к вакцинации населению Данегорскому. В условиях пандемии нагрузка на медработников непомерно высока. В прививочном пункте активность пациентов наблюдается в течение всего дня. Есть силы, когда мы друг друга все тут заменяем, друг другу помогаем. Все нормально, коллектив, потому что очень дружный, да. Мы здесь все прям на все руки мастера. Еще одна медицинская сестра, которая на время пандемии сменила привычную роль деятельности Екатерина Терентьева. Я сама Дальнегорская, ну Дальнегорский район. Заканчивала Уссурийский медицинский колледж в 2018 году. Затем приехала сюда, потом получилась декрет. Ну вот как год уже почти работаю в поликаме у детской. А почему Вы выбрали именно медицинскую специальность? Ну не знаю, понравилось. Попробовала, как бы, получается, ездила к знакомым в другой поселок, и у меня там родственница работает в больнице. Я попробовала, она меня попросила, как бы, заместить немножко там санитаркой работать. Вот я поработала, мне понравилось. Я пришла в медицинскую. Сейчас Екатерина Терентьева работает в Дальнегорской городской больницы. Там она временно заведует выдачей и учетом вакцины. Идет как хранение и выдача вакцины, и вакцинация детская, плюс взрослая. Работы очень много, и поездок за вакциной, естественно, много. Очень много ездим, конечно, работы хватает. С апреля этого года детская поликлиника переехала в здание Горбушинской. Эта вынужденная мера связана с проведением в основном зданий капитального ремонта, которое медицинское учреждение ждало несколько десятков лет. Изначально предполагалось, что все работы будут завершены уже к концу этого года. Однако подрядчик, выполняющий ремонт, не смог соблюсти сроки сдачи объекта. Несмотря на то, что переезд обратно в родные стены затянулся, работники детской поликлиники не унывают и с нетерпением ждут начала работы в новом современном красивом здании. Вот в этом году у нас детская поликлиника наша переехала в здание Горбушинской поликлиники. Мы работаем здесь с апреля вот этого года, 21-го года. Ну, конечно, учитывая, что и у нас тут условия немножко другие, да, но и невозможно было там уже работать, потому что там такие условия уже были все. Капитального ремонта давно-давно не было с 84-85 года, поэтому очень хорошо, что там ее отремонтируют. Но мы не думали, что так надолго задержимся здесь, потому что думали, что уедем к Новому году. Ну, а тут получается, что зиму мы еще здесь будем, и я думаю, если переедем, то только к апрелю. Очень мечтаю переехать в новое здание поликлиники, конечно, очень мечтаю, потому что хочется в это уже красивое здание, но от нас это не зависит. Сами видите, что снаружи сделано все, но внутри ничего пока. Поэтому мы сидим здесь, работаем и хотим быстрее, быстрее уехать отсюда, переехать в новое здание. Более миллиона доз вакцины против коронавируса доставили в Приморский край с начала прививочной кампании. Сейчас препаратов в Приморье достаточно. Они по-прежнему поступают партиями из федерального центра и оперативно распределяются по муниципалитетам. Преимущественно доставляется двухкомпонентный гамм-ковид-вак. По состоянию на 21 декабря вакцинацию первым компонентом прошли 882 266 жителей края, в том числе 3378 за последние сутки. Полностью завершили вакцинацию 674 601 приморец. План по иммунизации населения выполнен на 73,3%. Напомним, прививка от COVID-19 снижает вероятность тяжелого течения болезни и смерти. Как правило, заболевание системно поражает и сердце, и мозг, и центральную нервную систему, и другие органы. Осложнения, которые развиваются у переболевших, представляют гораздо большую опасность, чем сама болезнь. Студенты лесозаводского филиала Владивостокского базового медицинского колледжа проходят практику в Дальнегорской больнице. Шесть будущих медсестер и медбратьев приехали в медицинское учреждение по приглашению главного врача Романа Полякова в рамках кадровой программы по привлечению молодых специалистов среднего звена. Встреча со студентами состоялась в октябре, а уже через два месяца ребята приняли решение пройти производственную практику в Дальнегорской городской больнице. Подробнее об этом рассказала главная медицинская сестра Елена Мальцева. В рамках решения кадрового вопроса среднего медицинского персонала руководства нашей больницы в октябре месяце ездила в филиал лесозаводского медицинского училища базового с целью привлечения молодых специалистов среднего звена. В результате нашей поездки к нам приехало шестеро студентов. Пять девочек, один мальчик. Все они по специальности сестринское дело. Мы их приняли, обучаем практическим навыкам, показываем им досуг нашего города, все наши достопримечательности. В результате того, что они здесь пробыли 10 дней, у них практика, 23-го они уже уезжают. В принципе, студенты все освоили практические навыки, такие как внутривенные, внутримышечные, капельные. И делали пациентам, пациенты не возмущались, да. Пациенты как бы даже охотно соглашались на то, что студенты будут делать данные процедуры. По отзывам они очень все довольны. Им понравился наш город. Мы надеемся, конечно, на то, что они к нам вернутся, потому что есть необходимость в кадрах среднего звена. Им было объяснено, какие специальности нам, в общем-то, необходимы. Это такие, как операционное дело. В связи с этим мы им показали операционную, они побыли на операции, чтобы принять для себя решение. Поэтому надеюсь, что они закончат, приедут к нам и мы будем очень рады принять молодых специалистов к нам в коллектив, продолжать с ними работать. И все у нас будет хорошо. Надеюсь, что они приедут в свой колледж, расскажут о нас, расскажут, как их здесь принимают, как здесь работать, что им здесь понравилось, чему их здесь обучили. И они к нам приедут другие студенты. И так потихоньку у нас молодые специалисты будут вливаться в наш коллектив. Ребята не скрывают, что имели возможность практиковаться в городской больнице находки. Однако осознанно выбрали Дальнегорск. И об этом решении не пожалели. К нам приехали люди из Дальнегорска и с находки. Ну, рассказывали, из Дальнегорска рассказывали, как у них красиво, про больницу много чего рассказывали. С находки тоже приехали, тоже рассказывали люди про больницу, про море рассказывали. И у нас был выбор, либо в находку, либо в Дальнегорск. Ну, и мы с коллективом собрались и подумали, и решили, что поедем в Дальнегорск. Посмотрели тоже по гугл-карте, то, что там горы, море, все красиво, и решили приехать в Дальнегорск. Ранее студенты лесозаводского филиала ВБМК проходили практику только на манекенах. В Дальнегорской больнице они впервые применили свои навыки на пациентах, которые, как отметила главная медицинская сестра, отнеслись к этому с большим пониманием и без страха доверили выполнение процедур практикантам. Расскажи, как тебе в целом работа в Дальнегорской больнице? Мне очень нравится. По сравнению с лесозаводским, вот из ЦГБ, там мы ничего не делали. Здесь очень интересно, все доступно объясняют, и здесь я больше научилась, чем в родном городе. А какие конкретно ты навыки освоила, вот работая здесь? Вот, допустим, сегодня мы ставили капельницу, делали укол в вену, и я очень хорошо поняла это. То есть, раньше я это не умела. И сейчас, ну, спокойно могу сделать. Практику в медицинском учреждении студенты проходят под руководством и наставничеством опытных медицинских сестер из хирургического и сосудистого отделения. К нам приехали их шесть человек, вот, они все пошли под мое руководство, как непосредственного руководителя. А по отделениям, это в хирургическом отделении у них наставник Беднюк Ирина Михайловна, это старшая медсестра хирургического отделения, и в сосудистом отделении Бахаева Наталья Ивановна. Это опытные старшие сестры, имеющие в высшей квалификационной категории, с большим опытом работы, стаж большой, знания очень много, поэтому все свои знания, опыты, навыки они передавали нашим студентам. Также еще хочется сказать не только старшие сестры, ну, как общие руководители практики, а еще и сестры, которые процедурные же, там вот сказала Вакатя, Пономарева Даша, это процедурные сестры отделения, таких как хирургист и сосудистого отделения. Они с удовольствием и с радостью свои знания передавали им, на чем, в общем, по их отзывам мы убедились, что это так и есть. Мне нравится процедурная медсестра Дарья, вот она, святой человек. Она мне все объясняет, просто, ну, вот, рядом со мной стоит, как с ребенком, все вот так вот, не спеши, не торопись, и также не строгая совсем, то есть очень добрая такая, общительная девушка, мне нравится. А ты скажи, есть ли вероятность, что приедешь сюда работать после окончания колледжа? Да, я уже думаю об этом, что здесь все-таки, может быть, буду работать. Также я могу сказать о Елене Анатольевне, мне тоже очень нравится, сразу понравилось, когда я с ней еще переписывалась в Саводске, сразу поняла, что, ну, нам повезло с главной медсестрой, она за нами тоже как с детьми, все спрашивает, все нас контролирует, и очень хорошая тоже женщина. Понравился персонал, подсказывает, помогает. Я научился перевязывать, гнойные перевязки делать, еще нас сводили на операцию, очень тоже понравилось. Также научился промывать катетеры, ставить также их. По словам студентов, Дальнегорск оставил приятные впечатления, и в будущем есть вероятность того, что они приедут работать именно в Дальнегорскую больницу. Расскажи, в каких условиях проживаете вы здесь? Мы живем в гостинице, нас туда поселили, ну, классно все. Я ожидала больше, ой, наоборот, я ожидала, что будет ужасно, что мне не понравится, мы все волновались, что, ну, откуда вообще, и не в родной город. Мы только в гугл-картах смотрели, где гостиница, где общаги, все смотрели, спрашивали, но очень понравилась гостиница. Как тебе впечатления от города? Просто прекрасно, просто эти горы, это море, мне так нравится, я здесь бы осталась. Какие впечатления вообще от города? Ты здесь первый раз? Да, очень красиво, красиво на море, горы, прохладно только. А есть ли надежда у нашей больницы, что все-таки по окончанию твоего колледжа ты сюда, может быть, приедешь работать? Да, конечно. Город нравится, персонал нравится. Поэтому, возможно, приедем сюда работать. По словам Елены Мальцевой, все студенты успешно справились с выполнением практики и приобрели необходимые для дальнейшей работы навыки. Какую вообще оценку можете дать? Только отлично, отлично, другой оценки не может быть. Они прошли практику, ну, еще посмотрим, два дня осталось, поэтому, ну, только отлично. Характеристика положительная будет, знания получены отличные, в общем, приобретенные ими, поэтому оценка 5. Также главная медсестра надеется, что в Дальнегорск на практику будут приезжать студенты со всего Приморья. Это даст возможность пополнять штат медицинского учреждения молодыми специалистами. Мы ездили не только в Лесозаводск, мы ездили еще и в Партизанск, во Владивосток, ну, оттуда, как бы, ну, все смотрят, что отдаленность большая, поэтому не очень хотят, и поэтому мы их и пригласили приехать сюда, посмотреть, может быть, им понравится, они здесь останутся, независимо от отдаленности. Ведь у нас еще и самолеты летают, можно и часы, и во Владивостоке. Поэтому они, если пожелают другие студенты, их приедут, посмотрят, понравятся, останутся, поживут, и уже будет видно. В Владивостоке сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении серии краж. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила свыше 300 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Фигуранта заключили под стражу. Подробнее в материале наших коллег из пресс-службы ОМВД России по Приморскому краю. В отделы полиции сразу нескольких районов столицы Дальнего Востока стали поступать заявления граждан о краже личных вещей из гостиниц, офисов и баров. В гардеробе развлекательного заведения похитили женскую сумку с деньгами и два мобильных телефона. Злоумышленник продолжал ежедневно совершать кражи в разных районах Владивостока. Сотрудники уголовного розыска отдела полиции Ленинского района Управления МВД России по городу Владивостоку провели оперативно-розыскные мероприятия, в рамках которых установили личность и местонахождение подозреваемого в совершении имущественных преступлений. Им оказался ранее судимый 24-летний житель Приморского края, не имеющий прописки по месту жительства и находящийся в федеральном розыске за совершение кражи. Полицейские выяснили, что прибыв из находки во Владивосток молодой человек, пользуясь отзывчивостью одиноких женщин, оставался у них на ночлег. У одной из таких жительниц города его и обнаружили сотрудники полиции. Злоумышленник до последнего надеялся на то, что сможет избежать ответственности, поэтому спрятался от полицейских под ванну. Следствием установлено 6 эпизодов противоправной деятельности подозреваемого на территории Владивостока. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила свыше 300 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным пунктом В.Ч. 2 ст. 158 УК РФ. Ленинским районным судом фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается. Если говорить коротко, это все значимые события дня. До свидания. Спасибо, что вы с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова